В мировой прокат как раз выходит фильм Марвел, и который, несмотря на все усилия студии Marvel, скорее всего, станет одним из самых громких ее провалов. И, конечно, это как венец затянувшегося кризиса некогда самой популярной и успешной кинофраншизы в мире является весьма подходящим моментом, чтобы обсудить то, что же пошло не так. И почему еще недавно конвейер по зарабатыванию миллиардов и взращиванию суперзвезд сейчас, если не полностью сломался, то как минимум срочно требует капремонта. Сегодня немного посмотрим на ретроспективы MCU, вспомним, как все начиналось, как вышло на пик, и главное, как и почему за последних несколько лет полетело под откос, ну и каковы, собственно, перспективы всей затеи. Это будет интересно и познавательно, так что советую смотреть до конца. KIS4GAMERS лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на KIS4GAMERS. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи аккаунта или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду MOVIEMAKER будет скидка 10% на все. Ссылка в описании. Итак, сегодня мы частенько будем ссылаться на статью, выпущенную недавно в издании Variety и наделавшую много шума, но прежде, конечно, давайте хоть совсем в двух словах вспомним, как же все начиналось. Итак, в 2005 году Marvel Entertainment начали планировать самостоятельно производить собственные фильмы и распространять их через Paramount Pictures. Очень смелая и нетривиальная, скажу я вам, задача, особенно учитывая тот факт, что в то время супергеройские фильмы были скорее чем-то нишевым и местами даже фриковым, но уж точно не мировым мейнстримом. Тем не менее, уже тогда план Marvel состоял в том, чтобы выпускать отдельные фильмы о главных героях, а затем объединять их в кроссоверы. Правда, реализация этой затеи затянулась аж до того момента, как в 2007 году в возрасте 33 лет Кевин Файги был назначен руководителем студии. Затем, чтобы сохранить свою художественную целостность, Marvel Studios сформировали творческий комитет из шести человек, знакомых с историей комиксов во главе с самим Файги, которому, собственно, и приписывают термин «кинематографическая вселенная Марвел». Ну и в конце концов, в 2008 году мир таки увидел тот самый первый фильм новоиспеченной киновселенной, легендарный уже сейчас «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, который тогда был скорее не мировой звездой, а аутсайдером и, конечно, даже и близко не получал не то, чтобы десятков миллионов за фильм, как сейчас. Но и в принципе, гонорар за первого Айронмена для Дауни составил смешные, как по нынешним для него временам, не то 500, не то 350 тысяч долларов. Тем не менее, фильм оказался крайне успешным и положил с собой начало не только самой киновселенной, но и ее первой фазе, которая завершилась в 2012 первыми «Мстителями», тоже более чем успешными и прибыльными. Дальше все пошло по нарастающей, в MCU появилось больше героев, больше сольников, больше кроссоверов, ну а «Мстители» превратились в некое подобие финала каждой фазы Marvel, неизменно приносящего баснословные деньги. Естественно, что при таком темпе уже за первых 10 лет своего существования кинематографическая вселенная Marvel стала просто гигантской, невероятной машиной по зарабатыванию бабла, с гарантированно грандиозными сборами, когда цифра в 1 миллиард долларов и выше уже даже перестала кого-то удивлять, ну и апогеем всего этого стал, конечно же, фильм «Мстители Эндгейм», который вызвал какой-то невообразимый ажиотаж во всем мире, в одном только Китае заработал под полмиллиарда баксов, не говоря уже о США, и как результат стал самым кассовым фильмом всех времен. Который, правда, потом снова обогнал аватар Кэмерона, благодаря дополнительному прокату много лет спустя, и тем не менее почетное второе место, а если так без читерства, то, может быть, и первое, прочно укоренилось за Эндгеймом. Казалось бы, перспективы открываются просто невероятные, но, увы, дальше все пошло не по плану. Почему? Да очень просто. Ряд ключевых актеров, как и персонажей, было поспешно и явно необдуманно решено убрать прочь сразу после Эндгейма, таким образом, Marvel тут же лишился своего основного костяка, ну и на тот момент боссы студии, да и самого Диснея, которому эта студия принадлежит, были уверены, что Marvel стал настолько всеобъемлющим брендом, что он уже более не зависит ни от каких персонажей или звезд, и при необходимости легко вырастет себе новых щелчком пальцев. Но в итоге все оказалось немного сложнее, так что фильмы новой четвертой фазы MCU один за другим начали валиться в прокате, не принося и близко результата, сопоставимого с тем, что было ранее. Да, конечно, во многом помог этому и ковид в 20 и 21 годах, и тем не менее, даже без него это уже было и близко не то. Так что, если, например, сделать бросок кобры и перепрыгнуть в день сегодняшний, то можно увидеть, как Marvel трясет от серии разочарования на экране, юридического скандала с участием одной из крупнейших звезд, и вопросов о жизнеспособности амбициозной стратегии студии по расширению бренда за пределы фильмов и потокового вещания. Одним из главных больных вопросов для студии по состоянию на сейчас является то, что делать с Джонатаном Майджорсом, актером, который был готов осуществить следующие этапки кинематографической вселенной Marvel в качестве главного злодея, но вместо этого отправился на громкий судебный процесс в Нью-Йорке по очень неприятному обвинению. Актер настаивает, что он является жертвой наговоров, но ущерб нанесенный его репутацией и вероятность того, что он проиграет дело, все равно вынудили Marvel пересмотреть свои планы на всю текущую и даже следующую шестую фазу. Понятно, что это гигантская головная боль и тем не менее все-таки не главное. Так студия сейчас не знает, что делать в случае тотального неуспеха фильма Marvel, а именно это новинки пророчат чуть ли не все аналитики. И это, разумеется, беспрецедентный поворот судьбы для компании, которая выпускала почти непрерывную череду хитов с тех пор, как начала самостоятельно производить собственные фильмы, в итоге заработав на них 30 миллиардов долларов. Чертовски огромная сумма денег, согласитесь. А если согласны, жмякните на лайк, подпишитесь на наш канал, кто еще этого не сделал и загляните в наш телеграм-канал, где еще больше всех свежих и всегда актуальных новостей. Мы же продолжим и поговорим о том, что машина Marvel, видимо, все-таки забарахлила, потому что она выкачивала слишком много контента. Множество фильмов, потоковые сериалы для Disney+, далеко не всегда годного качества, кстати. Дошло ли до того, что этого стало слишком много и они начали сжигать себя сами, это возможно, говорит аналитик с Wall Street Эрик Хендлер. Чем больше вы делаете, тем труднее поддерживать качество. Они пытались поэкспериментировать с введением некоторых новых персонажей, таких как Шан-Чи и Вечные, но результаты оказались неоднозначными. Настоящая суперсила Кевина Файги и его гений всегда заключались в постпродакшене, в том, чтобы получить фильмы и следить за тем, чтобы они заканчивались хорошо, цитирует Variety своего источника, близкого к Marvel, который продолжил словами, что в наши дни он, в смысле гений Файги, истощен. Что, конечно, тоже можно назвать одной из основных причин увядания MCU, ведь все-таки неизменный босс студии на протяжении очень многих лет невероятно тонко чувствовал потребности и настроение своего зрителя и как будто теперь, увы, перестал его понимать. И, кстати, Файги не единственный человек, проявляющий признаки напряжения и истощения. Весь цех визуальных эффектов Marvel, включая сотрудников и супервайзеров, изо всех сил пытается идти в ногу с бесконечным потоком продукции, но явно не успевает. Так что качество визуала в новых фильмах от MCU, как это ни странно, может быть в разы хуже, чем это было 5, 7 или даже 10 лет назад, что, конечно, полное безумие, не играющее на руку общему положению вещей. Если же продолжить говорить о невеселых буднях, то 2023 год стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду, говорит бывший помощник координатора визуальных эффектов Marvel Studios Анна Джордж. При этом говорят, что высшее руководство Disney, включая недавно вернувшегося Боба Айгера, очень взволнованный ухудшающимся положением вещей в студии, дошло даже до того, что Айгер сказал, мол, им нужно лучше управлять своей собственностью, такой как Pixar, Lucasfilm и Marvel, что раньше, конечно, было просто невозможно себе представить. Более того, кажется, суть проблемы еще куда более сложная. Это не визуал или игра актеров или режиссура, это, вероятно, все вместе в комплексе. Так называемые плохие визуальные эффекты, которые мы видим, возникли из-за недоделанных сценариев, говорит источник, работавший над женщиной Халком. Это не Виктория Алонсо, которую вскоре уволили, это Кевин или даже выше Кевина Файги. Эти проблемы следует решать на стадии подготовки к производству, но сроки не позволяют руководителям Marvel заниматься материалом. Конец цитаты. И при всем этом Marvel продолжает терять деньги, ведь только на один эпизод женщины Халка тратили около 25 миллионов долларов, что просто запредельно, особенно с учетом того, какой результат получился в итоге. Куда деваются эти колоссальные бюджеты и почему они в итоге ни во что не реализуются на экране, большой-большой вопрос. Но кажется, как будто Кевин Файги и вся его команда в самом деле теряют свою некогда высочайшую эффективность. Качество страдает. В 2019 году на пике популярности, если поставить перед чем-то слово Marvel Studios, люди говорили, «О, этот бренд означает качество». Эта ассоциация больше не работает, потому что было так много проектов, которые казались недоделанными и сырыми», говорит Джонатана Робинсон, соавтор бестселлера об МСЮ от Нью-Йорк Таймс. При этом тот же Файги, конечно, пытается менять ситуацию. Например, по мере того, как общественная критика усиливается, босс студии прекращает работу над сценариями и проектами, которые не имеют перспективы. Что в будущем должно помочь порезать косты и расходовать средства действительно эффективно, а также вернуть лояльность аудитории, вот только пока неизвестно, сработает ли такой подход и не помешает ли что-то в очередной раз. Также идут попытки укоротить непомерно раздутые бюджеты фильмов и сериалов. Например, ходят слухи, что студия надеется снять фильм, который сейчас намечен на 2025 год, пока непонятно, о чем он будет. Но главное, что это кино будет с бюджетом менее 100 миллионов долларов, что является отклонением от стратегии больших расходов Marvel. Ну и, конечно же, рассматривается вариант отмотать все назад. Так что, как пишет Variety, источники сообщают, что ведутся переговоры о возвращении оригинальной команды Мстителей. Опять-таки, пока мы не знаем, правда это или нет, и что из всего этого получится, и все же хочется закончить это видео на хорошей ноте. Так, например, в этом году Marvel выпустили вполне успешных третьих Стражей Галактики, собравших почти 850 миллионов долларов. Написание некролога Marvel было бы опрометчивым, говорит Джейсон Сквайр, почетный профессор Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. Кевин Файги — это Бэйб Рут среди киноруководителей, а у Marvel самый прибыльный послужной список в истории кино. Так что, пока Файги спешно ищет решение, остальная часть киноиндустрии с тревогой надеется, что лучшие дни Marvel еще не позади. Надеемся на это и мы, и, пожалуй, будем тут ставить троеточие, уступая вам место в комментариях. Пишите-ка, мы есть что сказать, также обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, ну и, разумеется, на нашу телегу, ссылка, как всегда, ждет под видео. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok